А мы в прямом эфире. Райан, спасибо тебе за то, что присоединился к последнему выпуску подкаста ЗЭКОП, чтобы обсудить AV-клуб с Каш Фаундэйшн. Как у тебя сегодня дела? У меня все отлично. Спасибо, Дэн. Спасибо, что пригласили меня. Как бы устанавливая ожидания для сегодняшнего разговора и для всех, кто его слушает, AV-клуб с Каш Фаундэйшн — это недавняя новая разработка. Я думаю, она была публично запущена в течение последних двух недель. Так что многие люди захотят узнать об этом побольше. Но я думаю, для начала некоторые люди могут не знать тебя в сообществе с Каш. Я вроде как хочу просто поговорить о твоей предыстории в СКаш. Может быть, о твоей истории вхождения в криптографию в целом, и о том, как все это может быть связано с основанием СКаш, СКаш Фаундэйшн и AV-клуб. Я немного нервничаю, потому что это история, которую я на самом деле не рассказывал публично. Так что это своего рода первое место. Поэтому, чтобы просто рассказать о своих корнях в СКаш, на самом деле нет особого смысла игнорировать мою историю в криптографии. Которая началась в 2011 году, когда я получил свой первый биткоин, на самом деле это был Хэллоуин 2011 года. И это был платеж от друга, который вел блог, веб-сайт под названием dailyanarchist.com. И он попросил меня сделать несколько руководств типа хакерские новости, пошаговых инструкций и ведений в такое шифрование. Так что я написал блог о полном шифровании диска и о том, как это сделать в Ubuntu и Fedora. Это было бы лето 2011 года, так что какая бы версия этого ни была. И это было не очень легко и прямолинейно. Поэтому я опубликовал этот блог, и он заплатил мне биткоинами. А вскоре после этого я получил электронное письмо от Михаилиси, который является одним из них, впоследствии ставший одним из основателей Эфириум. Он был основателем журнала Биткоин Магазин вместе с Виталиком. И он спросил меня, не хочу ли я писать для журнала Биткоин Магазин. Это было еще до того, как был напечатан первый номер. И это было немного странно. Это было похоже на фишинговое электронное письмо, как будто оно пришло из Румынии и типа, «Эй, у меня это есть. Я собираюсь создать этот веб-сайт. Ты хочешь присоединиться к нам?» Особенно тогда. Да. Да, да. Так что это была зима 2011, переходящая в 2012. А я веб-разработчик. И поэтому в то время я сразу подумал, «Хорошо, хорошо, моя настоящая цель здесь, я могу писать, я могу вести блоги и все такое. Но моя настоящая цель — стать веб-мастером журнала Биткоин». И я начал делать это довольно быстро, потому что у них не было веб-разработчика или веб-мастера, чтобы запускать такое огромное количество контента, который они размещали. Так что это был своего рода мой первый шаг в криптомедии. И это были встречи с Виталиком и Михаэм в 2012-2013 годах и продвижение вперед. Так что примерно с этого все и началось. В то же время я начинал заниматься прямой трансляцией, а технология прямой трансляции в то время тоже была очень новой. Так что я тратил большую часть своего времени, пытаясь убедить людей в том, что Биткоин — это хорошо, и убедить людей в том, что прямая трансляция — это хорошо. Это было довольно сложно. И я действительно пытался протолкнуть прямую трансляцию в Биткоин-магазин, чтобы дать им возможность транслировать в прямом эфире некоторые из ранних встреч и происходящие события. Это произошло в то самое время, когда Виталик начал говорить об эфириум или думать об эфириум. И поэтому, когда я начал прямую трансляцию Биткоин-встречи в Сан-Франциско, которая проходит на моем личном канале, и я сделал это без финансирования, просто из собственного кармана и провел собственное исследование о том, как это сделать, Итан. В то же время Миха и Виталик попросили меня создать первый веб-сайт эфириум. И так начался обратный отчет до предпродажи эфириум, к которому я приложил все свои руки. И тот знаменитый веб-сайт, на котором было около 15 основателей эфириум, в какой-то степени был моей заслугой. Вау, это здорово. И куда же дальше? На данный момент мы находимся, я думаю, в 2015 году 2016. Да, как это будет продолжаться? Так что это была зима 2014 года, переход к 2015 году был тогда, когда BTC Media купила журнал Биткоин-магазин. И на данный момент мы с Виталиком «Привет!» полностью работаем над эфириум и запускаем все это для блока Дженезис, чего все равно не произойдет. Давай посмотрим. Я знаю, что на самом деле это было бы с 2013 по 2014 год, потому что блок Дженезиса произошел только летом 2015 года, так что я проделал для них большую работу над сайтом. И опять же, за это еще не было никакой оплаты, потому что все это было основано на том, что, например, когда запускается блок Дженезис, и в этот момент вы получаете часть предварительного S. Так что я не мог позволить себе делать это слишком долго и в конце концов переключил передачу, чтобы по-настоящему сосредоточиться на работе, которую я делал с прямой трансляцией. И в тот момент я путешествовал по различным встречам, конференциям и конференциям с открытым исходным кодом, децентрализованным, ориентированным на конфиденциальность. И я заметил, что никто не записывал или не транслировал в прямом эфире какой-либо контент, о котором говорилось, эти удивительные революционные идеи. Или я думал, что они были революционными, так что я воспользовался своими навыками. Я поступил в университет на факультет медиаискусства коммуникационного дизайна, так что я воспользовался некоторыми навыками, которые я приобрел, изучая документальное кино и все, что я знаю о интернете. И просто взял камеру и научился вести прямую трансляцию, чтобы транслировать эти встречи и все такое. И если ты посмотришь на мой канал, мой канал YouTube, который там называется Эгелик, ты сможешь найти много ранних выступлений и презентаций о биткоине, о ячеистых сетях и о сквозном шифровании. Многие темы, о которых мы говорим с каш, являются чем-то вроде ядра и сердцевины всего этого. Я делал все это из собственного кармана, очень похоже на то, как ты основал Zechab. И это привело меня к Zcash, который, когда Zcash был запущен, я был большим поклонником. И я уже работал с Zucco и Нейтаном в том, что касается прямых трансляций, некоторых встреч и всего такого. Ты также можешь найти их на моем старом канале. Так что в то время я работал в компании Zcash. Я начал работать их веб-разработчиком, наверное, летом 2016 года. Так что прямо во время всего Безумия Ко я начал работать в компании Electric Coin Company. И когда к тому времени, когда состоялся первый скан с канзыру в Монреале, им понадобился кто-то, кто вел бы прямую трансляцию. Так что, естественно, я уже был на месте, чтобы сделать это. Это мероприятие фонда Zcash. Значит, в то время не было никакой реальной программы грантов. Все еще не было финансирования для всех этих прямых трансляций, которые основывались исключительно на экономике чаевых. Так что Zicon Zero был сделан именно таким образом. И на том самом мероприятии в Монреале именно там я увидел потенциал для того, чтобы попросить грант. В то время это был бы грант фонда Zcash. И поэтому я поговорил с фондом из Zucca и вроде как попытался придумать, как мы могли бы создать модель финансирования для производства EV-видео первого выпуска ScanZero. А затем ScanOne. Так что если ты посмотришь на платформу грантов Zcash, ты увидишь, что я такой. Я думаю, что там третья заявка на грант. И это тоже был эксперимент с UX. Так что я дал много отзывов фонду Zcash и текущей программе грантов, процесс подачи заявки учитывает многие отзывы, которые я им предоставил. Такие вещи, как размещение постов на форуме и вовлечение сообщества. Тот факт, что они номинированы в долларах США, потому что они были невероятно волатильны. Ты говоришь о волатильности монет, а я работаю в криптовалюте, создавая криптовалюту для криптокомпаний с 2012 года, я видел взлеты и падения. У меня есть душераздирающие истории, которые я могу рассказать с улыбкой, но я видел, как люди практически плачут, понимаешь? Это так. Да. Да. Это действительно интересный момент, потому что, типа, я ненавижу прерывать. Но я хочу добавить, типа, я думаю, что главное в том, что есть идея создать больше экономик, деноминированных в Zcash и Zcash. Но я думаю реалистично, учитывая то, где мы находимся в нынешних рыночных условиях и текущее состояние различных экономик по всему миру. Я думаю, что деноминация в долларах США для выплаты грантов, вероятно, является правильным решением. Потому что я понимаю, что волатильность, если ты живешь за счет нее, может быть очень-очень напряженной. Так что свести ее к минимуму, насколько это возможно, наверное, действительно хорошо. Да, и это то, что это решение действительно сводило к минимуму, потому что предоставление людям возможности обналичивать деньги, когда им платят. И тот факт, что им платят, и сумма, на которую они согласились, были своего рода сутью этого решения. Итак, первый грант, который я выделил для ScanOne, был номинирован в Zcash. И я полагаю, что просил Zcash на сумму около 2000 долларов США для того, чтобы вести прямую трансляцию всей конференции. И это стоило бы 20 Zcash, я полагаю, когда я просил об этом. И к тому времени, когда конференция действительно состоялась, она изменилась настолько сильно, что и близко не стоило того, что я искал. Или, может быть, это было, может быть, 4000 из 2000. В любом случае, это была примерно половина того, что я ожидал получить. И я так долго работаю в криптографии, что могу знать, смогу ли я держаться за это. Но в то же время я живу за счет этого. Многим из первых биткоинеров на самом деле приходилось тратить свои биткоины, чтобы поддерживать свой образ жизни, или создавать этот контент. Который в конечном итоге привел к успеху биткоина, помогая, по крайней мере, успеху биткоина. И все это шло из наших собственных карманов, а нам нужно оплачивать счета. Так что вопрос в том, чтобы иметь возможность обналичить деньги, когда это необходимо, не теряя при этом слишком много, но также и в том, чтобы действительно сказать. Я поддерживаю это. Посмотри, посмотри на мою историю расходов, так сказать, ты знаешь, посмотри на мои боевые шрамы. Да, нет, полностью согласен. И с этого момента, похоже, вы находитесь в такой ситуации, когда вы даете комитету по грантам отзыва о различных аспектах пользовательского опыта, о которых вы только что упомянули, в том числе и о грантах в долларах США. Как ты дошел до того, что начал работать над этим AV-клубом с Cash Foundation или создал этот медиаканал? Каков был процесс перехода от ScanZero к ScanOne, а затем начал участвовать в этом сейчас? На что было похоже это путешествие? В то время я работал в компании ElectricCoin в качестве их веб-разработчика. И с каждым Scan я становился все ближе к фонду с Cash, к людям, которые работали в фонде с Cash. Делая прямые трансляции и стиль, который я делаю, я становлюсь очень близким. Я очень тесно сотрудничаю с организаторами мероприятий и с организаторами сообщества. И с фондом с Cash это ничем не отличалось. Так что в то время в ScanOne не существовало комитета по грантам. А затем мы прошли через итерации, приведшие к пандемии и блокировкам, а затем ScanTwoLight полностью вышел в интернет. И такая гибкость производства медиа событий стала своего рода визитной карточкой моей карьеры. Иногда я появляюсь на каком-нибудь мероприятии и не знаю, какой у меня интернет. Поэтому когда Scan захотел, когда фонд с Cash захотел провести онлайн-скан в разгар всех этих удаленных конференций, которые происходили. И многие из них были скучными и просто ненужными. Они связались со мной в надежде на это. В надежде сделать что-то другое, в надежде привлечь больше людей, которые смотрят удаленно, привнеся нечто вроде того, что я называю дорожкой в коридоре. То, что было на конференциях, часто называют дорожкой в коридоре или дорожкой в вестибюле. И это то, чего не происходит на сцене. Обычно я просто транслирую в прямом эфире то, что происходит на сцене. А когда случился ковид, это все, что кто-либо транслировал в прямом эфире. И это действительно для меня самая скучная часть всего этого, то есть конференций. Поэтому мы попытались с Ганту привнести больше музыки в коридор, больше конференц-среды. Я думаю, мы проделали там довольно хорошую работу. И в этот момент комитет по грантам уже был на месте или начинал немного раскручиваться. Я транслировал в прямом эфире все скан, и у всех у них была какая-то другая модель оплаты и другой уровень непосредственного взаимодействия с фондом. И хотя я одновременно работаю в ЭК, я занимаюсь чем-то вроде технической поддержки ЭВИ. Я обнаружил, что оказываю большую поддержку главному исполнительному директору и другим сотрудникам ЭК. Особенно потому, что каждый хочет выглядеть наилучшим образом для этой новой онлайн-коммуникации, которую мы делаем. И я обнаружил, что многим людям нравится использовать свои телефоны для прямой трансляции и все такое. Так что я как бы оказался в положении ЭВИ поддержки основополагающих или основных организаций СКАШ, таких как СКАШ Foundation и ЭК. И еще в сентябре я пытался, в сентябре прошлого года, я пытался подумать о том, каким будет мой следующий шаг в СКАШ, на этом пути, по которому я шел с криптографией и потоковой передачей в прямом эфире. Я прекратил прямую трансляцию, когда случилась пандемия, потому что мы больше не могли путешествовать. И это было своего рода главным, моим главным средством для моих прямых трансляций. А я больше не хотел заниматься веб-разработкой. Я устал создавать сайты. Так что мне пришло в голову еще в сентябре, после того, как множество бесед на СКАН отчасти помогли этому. Что я подумал, что было бы здорово, если бы существовала какая-то организация, которая принесла бы мне пользу в дни биткоин-встреч в Сан-Франциско. Когда я начал транслировать эти материалы в прямом эфире, мне как будто нужны были ресурсы, мне нужна была информация. Мне нужно было найти все это самому, а затем найти финансирование. Я тоже очень против веб-рекламы. И поэтому я всегда отказываюсь монетизировать свой канал YouTube, размещать там какую-либо рекламу или что-то в этом роде. И я думаю, что фонд разработчиков, это действительно возможность для альтернативы этому. Так что я хотел бы сделать Сэйви Клаб, и своего рода стимулом для решения о его создании, было создание пути для людей, которые начинают в этом. Которые хотят помочь создавать контент, которые хотят транслировать в прямом эфире или публиковать как журнал. Как что-то вроде биткоин-магазин для журналскаш, твои подкасты и тому подобное. Я хочу пролить свет на пути к финансированию, а также на навыки, необходимые для того, чтобы заниматься подобными вещами. Какое оборудование тебе нужно? Какой выбор у людей, если они хотят внести свой вклад в криптовалютный проект? Но у них нет навыков программирования, или они не заинтересованы в написании кода или изучении чего-либо из этого. Я всегда думал, что есть несколько способов добыть криптовалюту, и работа в организациях, которые занимаются подобными вещами. Это еще один способ как бы заработать эту криптовалюту. Добыть эту криптовалюту для себя. Фонд разработчиков делает это немного более буквальным, чем я когда-либо себе представлял. И я думаю, это здорово. Я думаю, это довольно удивительно. Ты понимаешь действительно интересный момент в том факте, что у людей есть такой потенциал зарабатывать криптовалюту. И если они зарабатывают криптовалюту, это похоже на их способ получить преимущества, которые могут быть у майнеров. Но также, знаете ли, внести свой вклад в более широкое понимание экосистемы и своего рода развитие финансовой инфраструктуры, которую крипта пытается построить. И тогда ты также очень хорошо подмечаешь, что не у всех есть желание научиться программировать и как бы больше участвовать в разработке реальных протоколов. Как ты, я хочу, чтобы перед тем, как мы перейдем к более подробному описанию EV-клуба с Cash Foundation, ты затронул кое-что действительно интересное. Ты не хочешь специально монетизировать свой контент. Может быть, расскажешь, почему, по твоему мнению, фонд разработчиков? Это своего рода инфраструктура, которая может положительно заменить необходимость, ну, знаешь, монетизации или рекламы. А каковы некоторые риски, с которыми иногда сталкиваются некоторые люди при монетизации и размещении рекламы или спонсорства на конкретных моделях контента, которые они создают? Верно. Так что я отвечу на этот вопрос наоборот, потому что причина, по которой я никогда не размещаю рекламу, как в Google Ads по умолчанию. Я обычно использую YouTube для своих прямых трансляций. Мой канал на YouTube там. У меня есть из-за сообщества, в котором я веду прямые трансляции. И на самом деле моя целевая аудитория всегда очень устала от этих больших централизованных корпоративных платформ распространения медиа. И я часто сталкивался с этим вопросом. И это так. Так что не размещать рекламу в своих видео, это один из способов, которым я могу как бы защитить свою аудиторию еще от пары любопытных глаз Google, примерно так я всегда это видел. Как я понимаю, мы знаем, что Google уже следит за всем, что они делают со своими браузерами. Если они есть на YouTube. Но с другой стороны, если вы размещаете рекламу на видео, то считайте, что в игру вступает Google AdWords. И я просто не хотел, чтобы этот дополнительный слой глаз привлекал мою аудиторию. И затем, конечно, борьба за монетизацию, которая в конечном итоге произошла. Цензура YouTube, которая произошла и потенциально привела к появлению Одиссей и других альтернативных доморощенных решений, многие из этих жалоб касались демонетизации, а не цензуры. А разговор был очень похож на то, что я подвергаюсь цензуре. Все это противоречит свободе слова. Но мой канал никогда не касался ничего из этого. А мне даже никогда не приходилось сталкиваться с этим, потому что я не снимался в рекламе. С другой стороны, я работал из своего кармана, и это тысячи долларов в месяц, или что-то в этом роде дохода от рекламы, если бы я мог получить такое количество просмотров. Вы также должны помнить, что мой контент супер занудный, как правило, как будто это настоящая маленькая ниша, которая заинтересована в такого рода, особенно в те далекие времена. Так что я все равно не ожидал получить кучу денег от рекламы. Я не рассматривал ее как жизнеспособную модель. Я хотел попробовать экономику чаевых, модель чаевых. И у меня есть свои отзывы по этому поводу, которые, вероятно, не очень полезны, потому что я немного потерял веру в это направление. Потому что люди хотят потреблять контент бесплатно. И я это понимаю. Я полностью это понимаю. Но фонд разработчиков сейчас, особенно с учетом того, как он распределяется между комитетом по грантам, фондом и ЭКС. Сейчас есть три разные организации, у которых у всех есть потребности в разного рода навыках. И они заплатят за это, если ты знаешь, как об этом попросить. И это то, что поскольку я так тесно сотрудничал с этими различными организациями, я чувствую, что у меня довольно хорошее понимание того, как работает эта экономика. И как мы можем правильно просить не только организации, но и сообщества в целом о доступе к этим средствам. То, что ваша модель с Z-Chip очень близко отражает то видение, которое у меня есть, когда люди могут войти в экосистему. Они могут работать с AV-клубом, чтобы сформировать, чтобы не избегать термина создания портфолио, потому что это звучит так, как будто мы просим о бесплатной работе. Но AV-клуб на самом деле будет помогать людям овладеть этими навыками. А затем также узнать, как просить сообщества о грантах и как участвовать в экономике, а также в экосистеме или сообществе в целом. Да, это очень важный момент, который ты делаешь, потому что то, что Z-Chip пытается сделать с помощью такого типа модели, мы на самом деле получаем, мы запрашиваем грант, чтобы получить финансирование для создания такой программы вознаграждения вкладчиков. Да. Я знаю, как это бывает, чувак. Да. Мы говорим о Заке Хаби и что-то вроде этой модели, прямо как будто мы собираемся, мы собираемся создать этот благотворительный фонд. Итак, люди, которые вроде как, скажем, кто-то приходит в сообщество с КАШ, и они, вы знаете, может быть, из соседней криптоэкосистемы, и они хотят внести свой вклад, не так ли? Ведь Эфириум делает это действительно хорошо. Внутри Эфириум так много независимых структур, и ты можешь пойти в эти организации и, возможно, заработать собственный токен DAO. Или зайти на этот медиаканал Like и найти способ зарабатывать криптовалюту, одновременно изучая свои навыки. И это вроде как действительно дополняет друг друга. Из того, что я слышу, ты можешь прийти, может быть, перевести информационный бюллетень, написать в выпуске информационного бюллетеня. Или сделать что-то еще для Зака Хаба через Википедию или контент в социальных сетях. И тогда ты также сможешь стать частью EV-клуба Scash Foundation и овладеть более профессиональными навыками, необходимыми для создания лучших, более качественных медиа. А затем подготовиться к тому, чтобы потенциально в один прекрасный день стать независимым участником экосистемы Scash. Это звучит как действительно интересная модель, которая начинает формироваться. И которая даст возможность большему количеству людей стать независимыми участниками вместо того, чтобы потенциально идти работать в ЭК или ЗЭФ. Это и есть конечная цель клуба. Мы хотим, чтобы как можно больше ни техников, ни кодеров вносили свой вклад в Scash, подавали заявки на гранты и создавали качественные медиа. Так ли это или это только одна из целей? Например, каких результатов, по-твоему, хочет добиться здесь клуб ЗФАФ? Да, это определенно одна из моих целей, чтобы клуб был своего рода сетью создателей контента, которые уже есть, которые уже существуют, платформы, которые уже существуют. Такие, как ЗАГХАБ, Scash Media, новый подкаст Scash, который там есть. Я хочу быть своего рода механизмом продвижения всего этого, а также поделиться своим мнением о некоторых проблемах, которые у нас есть. Как будто ты понимаешь, как работают микрофоны, камеры, производство подкастов и некоторые связанные с этим программные средства. В то время, как я проделал большую работу над частью прямой трансляции и аспектом сетевого протокола, когда спрашиваю, как ты... Как ты решаешь проблемы производства живого видео в месте, где ты никогда раньше не был и понятия не имеешь чего ожидать, или в подвале берлинского бара, или что-то в этом роде. Итак, все это. Вся эта информация в наших руках. Все это в наших сетях. И я хочу дать нам место, где мы могли бы собраться вместе и поделиться этим, а также пролить свет на это специально для людей, которые приходят, у которых могут возникнуть вопросы. Потому что в интернете так много информации. Трудно найти то, что тебя больше всего интересует, то, что будет тебе больше всего полезно. И плюс ко всему существует всеобъемлющая ценность конфиденциальности, которая приводит нас в Zcash. И это то, о чем очень редко говорят в медиапроизводстве. И я думаю, что сосредоточение внимания на этом поможет как бы отделить AV-клуб от других развлекательных курсов по медиапроизводству. Я имею в виду образовательные курсы и все такое. Так что обмен информацией это определенно большая часть всего этого. И возможность расширить возможности и повысить уровень новичков в экосистеме, и возможность продвигать их контент и получать от них финансирование. И возможность вносить свой вклад таким образом, чтобы не обязательно писать код или создавать образовательный контент. Ведь мы могли бы говорить о коде. Мы могли бы говорить об этом. Мы могли бы говорить о новостях блокчейна. Мы могли бы говорить о рекламных изображениях, плакатах, о чем угодно, о чем угодно, что нравится искусству. Так что это своего рода всеобъемлющий образовательный аспект. И этот аспект обмена информацией, большая его часть. Есть также программа с Кашем Басадор, которая послужила большим источником вдохновения для этого, что соответствует моему более широкому видению. Потому что я вижу, что послов с Кашем просят документировать свою работу, а встречи, это наиболее распространенная, я думаю, просьба сообществ, которую мы делаем на данный момент. И это правда, я испытал это на себе. Это восходит к моим прямым трансляциям 2014 года на биткоин-метапе в Сан-Франциско. Организация метапа – это не работа одного человека. А документирование метапа – это работа целого отдельного человека, иногда, возможно, двух или трех человек. Так что фактический акт создания и публикации в средствах массовой информации этих событий и этих сообществ, я считаю, что это должно происходить внутри сообщества. И AV Club может помочь облегчить это производство не только посредством обмена информацией, но и ресурсами. Так что в идеальном мире мы могли бы в конечном итоге получить наборы для прямой трансляции некоторым из этих послов с каш, чтобы затем они могли начать создавать контент. И тогда мы не только предоставляем им информацию о том, как это делать, но и фактически ресурсы, чтобы они могли это сделать. Это похоже на то, что я просто слушаю это прямо сейчас. И я просто думаю, знаешь, у меня в голове типа есть так много вещей, которые ты там упомянул, которые, я думаю, просто позволят людям вносить свой вклад в закаж на действительно качественном уровне. Еще одна вещь. Может быть, ты не хочешь заниматься образовательными ресурсами, не так ли? Итак, у тебя есть что-то вроде того, чем занимается Ауто Тунафиш в фонде, и он убивает это, выпуская множество новых образовательных ресурсов. Люди в сообществе делают это. У тебя есть закап, который тоже работает над этим. Так что, может быть, ты не видишь в этом таких больших возможностей. Но кое-что, о чем ты только что упомянул, например, новостной канал, кто-то общался со мной в Дискорд. И у них возникла идея, например, что если мы с ЧАП поделимся всеми этими различными ресурсами и информацией, которая происходит в экосистеме конфиденциальности. И я подумал, в частности, с ЧАП, я не знаю, соответствует ли это стратегии того, что мы пытаемся сделать, но это был бы отличный канал, чтобы выйти и начать самостоятельно. И потенциально получить финансирование в один прекрасный день или получить механизм чаевых, если это то, что эта группа людей предпочитает. И благодаря наличию клуба с Cash Foundation, этот человек или эта группа людей могли бы войти и провести мозговой штурм. И провести эти различные встречи и мероприятия, о которых вы говорите, в режиме онлайн в сообществе, и тогда они могли бы вдохновиться на это. Я думаю, эта идея воплотилась на практике и воплотилась в реальную жизнь. Так что для меня, когда я слушаю это прямо сейчас, я думаю, что это похоже на заполнение того пробела, который у нас есть, на то, чтобы вдохновлять людей делать что-то за пределами существующей инфраструктуры, например, выносить новые идеи на обсуждение. Расскажи мне немного больше о том, как ты планируешь взаимодействовать с различными членами сообщества и людьми, которые просто заинтересованы в том, чтобы внести свой вклад в сгаш. С нетехнической точки зрения, например, каков план, если у кого-то есть идея для новостного канала. Хорошо, и так реальное практическое применение того, как на самом деле будет работать клуб. То, о чем мы говорим, во-первых, похоже, что у нас есть дискорд, и это своего рода просто важное место сбора людей, которые заинтересованы в клубе. Так что я буду следить за форумом с КАШ, и я смотрю все заявки на гранты, которые поступают туда. И я вижу, что многие из них находятся прямо в переулке для кого-то, кто был бы, кто извлек бы выгоду из AV-клуба, и кто-то, от кого AV-клуб мог бы извлечь выгоду, будучи их частью. У меня есть свое видение того, каким будет AV-клуб, но это же клуб, верно? Это похоже на то, что речь идет о других людях, точно так же, как сеть, это о других людях. СКАШ для меня это о людях. Дело не в ЗАКе. Речь идет о реальной технологии сети и людях в сети. И именно здесь я думаю, что чем больше людей мы привлекем, тем сильнее мы сможем сделать СКАШ, и мы все сможем учиться друг у друга. Так что в идеале клуб примет такой оборот, который я не могу предвидеть. И способ, которым это может произойти, это то, что люди придут в Дискорд и будут наблюдать за происходящим. Мы будем проводить встречи раз в месяц. График будет грубым и изменчивым, и он может меняться в зависимости от прихоти технологии, как мы видели, от прихоти сообщества. А если, например, у меня действительно есть план провести встречу, полностью основанную или полностью посвященную искусству с помощью искусственного интеллекта. Я большой поклонник Мид Джорни. Мне было очень весело играть с ним. И я думаю, что знакомство с этой технологией и тем, как мы можем ее использовать, было бы невероятно полезно людям. Я знаю, что иногда может быть сопротивление со стороны некоторых людей, иногда таких, как О, ты знаешь, Дискорд это такая платформа. Знаете, я недавно видел это в темах форума. Есть несколько разговоров о ценности разногласий, но все же большинство людей в Скаш. Это своего рода место, где происходит собрание. Именно там я нахожусь во многих группах с Каш Дискорд, и именно там Закхаб тоже собирается. И знаешь, я думаю о том, как люди могут войти в этот единственный канал, а затем знаешь иметь структуру для общения, иметь структуру, чтобы быть частью этого, но также обладать способностью эволюционировать до потенциально чего-то другого. И наличие такой рыхлой структуры, которая позволяет это делать, я думаю, действительно полезно. Ты знаешь, это как бы повторение этого, поскольку мы переходим, знаете ли, к более конкретным темам, например, целей Виклаб, выделить все различные средства массовой информации. Вы знаете организации, которые работают над Скаш. Скаш-медио, Закхаб, материалы из ЭК, Скан и так далее, а также глобальные послы. Так что, как и любой, кто работает над этим, например, вносит нетехнический вклад в образование, или вносит свой вклад в определенные каналы, будь то новости или... Вы разрабатываете способ для нетехнических участников более активно участвовать в Скаш и делиться и расширять все эти материалы. И это также место, где люди, если у них есть идея, они могут прийти и не обязательно проходить официальный курс как таковой, но получить образование о процессе становления нетехническим участником, особенно человеком, который сам руководит этим, много лет. Так что, я думаю, мой следующий вопрос как бы вращается вокруг этой более широкой темы, потому что я думаю, что, знаете, есть такая идея. Знаете, фонд разработчиков действительно финансирует только три организации, но тогда есть потенциал для большей децентрализации через программу грантов сообщества. В почтовом индексе 1014 есть опция прямого гранта. Как вы относитесь к этой идее дать возможность большему количеству участников и большему количеству людей иметь более качественный пиар или более качественные коммуникации или СМИ? А как, по-твоему, это помогает в одном децентрализовать и снять ответственность с потенциальной ЭКИЗФ? Я не знаю, правильно ли это сформулировать, но я просто буду придерживаться этого. И как, по-твоему, это потенциально решает более широкую пиар-проблему, которую многие люди ассоциируют с ЗКШ? Например, как ты думаешь, что это конкретно за клуб? И я знаю, что пиар — это очень специфический ракурс. Так что я думаю, давай расширим это понятие, да, я думаю, СМИ в целом. Как ты думаешь, как Айви Клуб, знаете ли, позволяет людям децентрализовать эту работу? И потенциально, вы знаете, может ли это быть решением проблемы с пиаром? Да. Или это часть решения? Верно. Что касается децентрализации, то это как бы связано с темой слишком большого количества серверов Дискорд или слишком большого количества разных центров ЗКШ или чего-то еще. Я действительно видел, как недавно происходил этот разговор. И моя мгновенная реакция такова, можешь ли ты представить, если бы примерно в 2012 году все биткойнеры разговаривали подобным образом? Все они использовали один и тот же аккаунт в Твиттере. Как будто это просто не могло бы функционировать, или что это было бы тем, что есть. Мне кажется, идея децентрализации — это нечто большее. Больше возможностей, больше-больше разнообразия, да, просто больше путей, которые люди могут использовать в этой технологии, в своей собственной жизни и в своей карьере. Так что идея о том, что существует только одна криптовалюта, кажется мне смешной. И идея о том, что существует только одно новостное издание о криптовалютах, тоже просто смешна для меня. И я думаю, что если мы собираемся децентрализоваться или стать децентрализованным сообществом, то это сообщество, состоящее из других сообществ. И то, что я пытаюсь здесь сделать, на самом деле, одна из моих подруг, когда я объяснил свою идею для AV-клуба, она вроде как рассмеялась и сказала, «Подожди, так ты ищешь группу ботаников внутри группы ботаников?» Я думаю, что это именно то, что нужно. Я хочу, чтобы AV-ботаники, которые уже являются ботаниками с каш, хотели применить свои навыки к этой вещи. И так далее. Это здорово. Да, да. И я чувствовал, что мне нужно найти место только для этого. Так вот где мы, вот где я придумал сервер Дискорд, с которого все началось. У нас будет матричная связь с этим, потому что есть много жалоб или вопросов относительно того, почему мы используем платформы Google, и почему мы придерживаемся, например, Дискорд и Зум. Поэтому я хочу, чтобы AV-клуб стал для нас шансом поэкспериментировать с этими другими технологиями, которые идеологически совпадают с некоторыми из нас, работающих над скаш. И потом, это своего рода часть децентрализации. Я хочу видеть, как как можно больше людей делают как можно больше СМИ о скаш, рассказывая свою историю. На скан 3 в Вегасе был задан вопрос о том, как мы продвигаем скаш. И я считаю, что скаш необходимо включить и дать ему возможность продавать себя. И это сообщество скаш, а не несколько сообществ. А если мы дадим им возможность рассказать свою историю и продвигать ее на рынок, то на этом этапе даже не продавать скаш, а быть в состоянии объяснить людям скаш. И я думаю, что именно здесь действительно проявляется мощь сообщества скаш, которая во многом напоминает мне раннее биткоин-сообщество, именно здесь можно использовать и усилить эту мощь. А что касается пиара, то я никогда по-настоящему не был поклонником пиара. Я изучал медиа, работал в Голливуде и повидал многое. Да, это трудно контролировать. Вот за что это точно. Особенно с социальными сетями. Ты совершенно прав. Это неправильное слово. Но я думаю, что когда я его слышу, люди говорят именно так. Похоже, что кэш это проблема пиара. И я такой. Вот и все, я понимаю. Да, извини, что прерываю, но это тоже совершенно правильный способ сформулировать это. Да, да. И я также думаю, что это поднимает интересный момент и то, на что у меня другое мнение, и я бы не назвал это горячим взглядом, потому что у меня это было долгое время. Это скорее холодный подход, который в некотором роде оскорбляет людей. Извини, массовое усыновление это не то, чего мы на самом деле хотим, и мы не должны стремиться к этому. Я считаю массовое усыновление криптовалютами Моби Дика. И я думаю, что если мы действительно поймаем его, это может стать нашим концом. И мы не должны тратить время на то, чтобы преследовать конкретно эту цель. Я думаю, что да, я оставлю это на этом. Да, это интересный момент, потому что однажды я разговаривал с кем-то, и мы говорили об идее массового внедрения криптографии, и знаете, их ответ был таким. Почему вы должны стремиться к массовому внедрению, особенно на современном рынке, например, выходить в реальный мир? Миры типа «иди спроси», типа «просто иди спроси 200 человек случайным образом». Если они используют криптографию, ты можешь получить двух-трех человек, то есть четырех человек, которые скажут «да», если тебе повезет, может быть от пяти до десяти. И это идея типа «давайте сначала расширим возможности наших собственных экосистем и собственных вариантов использования, которые мы вроде как хотим видеть процветающими, прежде чем пытаться распространить их на другие возможности в мире». Я думаю, что это также относится к тому, что есть несколько действительно уникальных вариантов использования с каш, если мне нужно отправить маме деньги. Например, это с каш и зак, правильный вариант и правильный способ сделать это. И как и нынешняя инфраструктура и нынешние отношения и потребности, которые есть у нас с мамой, вероятно, так, что она бы немедленно продала его за фиатные деньги, должна была бы сделать это через обмен и перевести с биржи в банк. И это, по-моему, сводит на нет всю цель, не так ли? Да. Так что я думаю, то, что ты говоришь, действительно хорошая мысль. И знаешь, давай как бы сосредоточимся на вариантах использования и разных вещах, для которых мы не занимаемся пиаром, а просто информируем и продюсируем СМИ для разных людей. Потому что ты прав. Я думаю, что маркетинг сам по себе отличный способ взглянуть на это, потому что с каш это технология, она может делать определенные вещи, и в некоторых вещах она действительно хороша. Давай просто поделимся этими вещами. Мы можем потенциально обсудить его будущее и как это выглядит. Но своего рода маркетинг это такая идея, и я думаю, что у него такое восприятие, как будто мы пытаемся не лгать. Но мы пытаемся создать это восприятие чего-то, чего не существует, чтобы продвинуть внедрение, продажи, просмотра или что-то еще. И у маркетинга может быть такое восприятие. Так что я думаю, ты прав в том, что это не обязательно проблема пиар-маркетинга. Это скорее похоже на то, что давайте просто дадим возможность отдельным участникам. Давай поговорим об этом. Давай посмотрим на биткоин конкретно, потому что ты пришел из этой экосистемы. Ты работал в эфириум. Как ты относишься к тому, что ускажешь, потенциально есть различные медиаканалы, которые могут даже не совпадать друг с другом. Есть биткоин-медиаканалы и даже компании, построенные на биткоине, которые, я думаю, абсолютно ненавидят друг друга. Я видел войны внутри биткоина, похожие на войны, которые люди ведут из-за определенных технологических идей или чего-то еще. Да. Так как же ты смотришь на то, как ты рассматриваешь потенциальное получение с каш? Я думаю, что это здорово, как попасть туда, где будут компании, организации и средства массовой информации, которые все не согласны друг с другом. И они вроде как считают, что протокол остается нейтральным, но людям разрешается делать с ним что-то по-своему. Как ты относишься к этой идее? А как ты думаешь, ты знаешь, в какие сроки ты ожидаешь, что произойдет нечто подобное? Или ускаж есть такой потенциал? Что ты думаешь о том, чтобы это стало таким на медиафронте? Да, ускаж определенно есть такой потенциал. Я думаю, это уже происходит, но это происходит в социальных сетях и на форумах. Одна вещь, которую я действительно хотел бы обсудить с AV Club, и мы поговорим об этом на первой встрече в следующий четверг, это в частности подход «Сделай сам» к созданию медиа. И это своего рода массовое явление. Как будто эта история не является историей, если ее не рассказывают. И если мы на самом деле не делимся этими идеями, о которых говорят в наших группах и в наших сообществах, то как будто мы должны делиться этими идеями. Мы должны снимать видео об этом. Мы должны, мы должны взаимодействовать на встречах и в подкастах, как мы это делаем здесь, публиковать эти медиа и распространять их там. Чтобы разговор прошел мимо этих текстовых препирательств, которые происходят от такого рода, такого рода псевдоанонимная борьба. А биткоин определенно попал туда. И вероятно, в этом нет его вины. Но я действительно помню, когда это было. Я помню многочисленные жалобы на панелях на мероприятиях, на которых я вел прямую трансляцию биткоин-событий, которые я транслировал в прямом эфире в 2014 году. В 2015 году, я помню много комментариев о том, как им нужно было встряхнуть этого киберпанковского криптоанархиста для чего-то вроде. Это расстраивает, потому что на самом деле люди, которые действительно продвигали биткоин, люди, которые действительно выступали за биткоин в самом начале, были этими криптоанархистами, были ли эти киберпанки. А затем, как только это начало набирать обороты, к вам начали приходить люди из сферы финансов, и внезапно биткоин стал финтихом, а не технологией свободы. Итак, диалог, дихотомия этого диалога как бы началась для биткоина тогда. А скаш все еще находится на очень ранней стадии, и первые первые годы существования скаш очень важны для меня, отражают то, что делал биткоин. Люди теряют это из-за всей этой шумихи вокруг криптовалют, которая происходит с другими монетами и другими экосистемами. Но если ты посмотришь на графики цен на скаш и биткоин, за исключением самого первого дня скаш, конечно, мы могли бы просто полностью забыть об этом. Потому что этот график не имеет никакого смысла. Но если ты посмотришь на первые шесть лет роста цены, то даже там биткоин на самом деле мало что сделал. Как будто в 2011 году она подскочила до 3035 долларов, а затем несколько лет спустя поднялась до 1000 долларов. А затем снова упала примерно до 36 долларов. А потом она какое-то время сидела очень низко. Так что рыночная цена на самом деле не является для меня показателем здоровья экосистемы. И вдобавок ко всему существует проблема, связанная с маркетингом и пиаром. И до тех пор, пока у нас не будет достаточно голосов и рассказано достаточно историй, у диалога нет никаких шансов на то, чтобы он действительно состоялся. Так что я надеюсь, что AV-клуб даст возможность этим голосам высказаться. И не только это, но и вдохновит людей самим создавать этот контент. Потому что, как и мы с тобой, мы знаем, что ты просто должен это сделать, верно? Дело не в том, чтобы сидеть и говорить об этом. Да, и у тебя есть еще одна боковая панель, как бы в подтверждении этого, тебе тоже должно быть комфортно быть неправым. Потому что, скорее всего, если ты пытаешься создавать контент или создавать медиа для поддержки с кэш, ты в конечном итоге в чем-то ошибешься. Как будто я ошибался в сотне вещей, в тысячи вещей, в миллионе вещей, верно? Так что, похоже, все будут неправы. Так что тебе просто нужно... Я думаю, это еще одна вещь, которую я слышал от людей, знаете, до того, как появился последний подкаст от Digital Cash Network. Например, некоторые ответы на РФИ подкаста были такими. Вы знаете, я обеспокоен тем, что недостаточно технически подкован, и я обеспокоен тем, что вызнаешь. Я кое-что неправильно понял в форме подкаста. Верно? И это я слышал, это несколько раз от разных людей, которые заинтересованы в том, чтобы возможно сделать это, и это похоже на то, это похоже на то. И я полностью понимаю, откуда ты. Но что, если ты просто признаешь, что ты будешь неправ? И типа, это все будет хорошо? Сиди там, просто чувствуй себя комфортно. Но это общее восприятие, о котором ты говоришь, не так ли? Похоже, изначально у биткоина было вот это. Это интересное отношение, потому что сейчас на форуме идет спор об этом шифропанке, технологии свободы, это финтих? Что это такое на самом деле? А теперь у тебя на форуме разговор о Тиадресе ФАТ. Но я не знаю, обязательно ли это означает, что они должны быть осуждены, потому что у вас есть Найтхаук в их дорожной карте. Они хотят интегрировать Флекса Дек, который представляет собой приложение для розничных платежей, позволяющее использовать наличные для покупки вещей в реальной жизни. Но для этого вам нужна поддержка Тиадресов, потому что Флекса поддерживает Тиадреса. И это большой инженерный подъем оттуда и для поддержки Зетадресов. Так что Тиадреса — это простой способ, потому что вы можете как бы зеркально отразить свою интеграцию с биткоином и внести некоторые изменения. Но есть такая идея, что, знаете, на мой взгляд, у вас может быть такая экосистема, в которой у вас есть встроенный флексозащищенный кошелек с каш. Так что вы можете использовать его одноранговым, или вы можете использовать его, знаете, более распространенным способом. А потом кто-то другой может просто создать кошелек типа Orchid Only, где пользовательский интерфейс не позволяет отправлять сообщения найти адреса, верно? Потому что в кошельке Edge, кошельке Edge, который является кошельком с поддержкой с каш, вы можете делать только от Z до Z из саженца. Я думаю, что есть такая идея, не так ли? Мы как бы подтверждаем твою точку зрения. Вся эта экосистема может процветать. Как будто у тебя могут быть сторонники конфиденциальности. Ну, знаешь, анархисты. Ну, знаешь, что угодно с этой стороны. И у тебя могут быть люди, которые просто хотят немного больше конфиденциальности, чем биткоин, и используют его для реальных случаев использования верно? Вся эта экосистема может в некотором роде процветать. Придерживаешься ли ты своего нынешнего взгляда на другие криптоэкосистемы? Ты это видишь? Ты видишь, как способность к другим расхождениям во мнениях и другим видам использования приложения нравится процветать? Или ты думаешь, что каждая экосистема в конечном итоге поглощается одной идентичностью? Да, это действительно хороший вопрос, потому что я думаю, что у Скаш есть множество аспектов, которые могут привлечь людей. Я видел, как Скаш аплодировали за его низкие комиссии, комиссии за транзакции, например, во время битвы биткоинов с Игвит. Это были разговоры о жестокой войне. Это было безумие. А в то же время комиссия за транзакции взлетела до небес, если бы ты вообще смог провести свою транзакцию. И так далее, регистрация нового пользователя биткоина была настоящим кошмаром. И вдобавок ко всему, попытка провести транзакцию со старым пользователем биткоина также была сложной задачей. Так что я помню, как в то время пытался отправить своему отцу немного биткоинов, и это было похоже на оплату кредита или что-то в этом роде. И он, и мы не смогли заставить его пройти. И я такой, к черту все это. У тебя есть Coinbase. Давай я тогда просто отправлю тебе немного Скаш. А он думал о Скаш только как о другой валюте. Он не думал об этих технических свойствах, таких как более низкая комиссия за транзакции и более быстрое время блокировки. Так что здесь есть и часть конфиденциальности. Есть и часть шифрования, что супер круто. И это потрясающее чувство делать щит от Z до Z полностью защищенную транзакцию. И это здорово, когда новый пользователь криптовалюты устанавливает кошелек на свой телефон, например, у iWolet на свой телефон. И может просто отправить им полностью приватную транзакцию наличными через интернет. На самом деле это самое последнее, что я сделал в 2022 году, это заставил друга создать свой первый криптокошелек. И первое, что я сделал в 2023 году, это отправил ему немного экранированного зэк. Так что это потрясающее чувство. Я чувствую себя очень хорошо в будущем, но это не для всех. Есть также случаи использования, когда ти-адрес по-прежнему имеет преимущество перед биткоином. И люди, которым это выгодно, могут быть мало заинтересованы в части конфиденциальности. Я нахожу, что у большинства людей есть к этому интерес, но потом ты начинаешь говорить с ними о киберпанке и криптоанархии, и ты их теряешь, тогда у них нет к этому никакого интереса. Итак, у нас есть эти разные аспекты взгашь. Я нахожу, что большинство других криптовалют действительно плоские в том, что касается области интересов. Это для большинства людей, это чисто графики и рынки. И я нахожу, что многие люди, с которыми я разговаривал ранее в этом разговоре, упоминали, что вы можете пойти и попросить людей использовать криптовалюту. И вы найдете 5 или 10, может быть. И это на самом деле невероятно высокие цифры по сравнению с ранними днями существования биткоина и эфириума вплоть до 2016-2017 годов, когда произошел этот первый большой бум ско. И теперь я обнаружил, что если ты выходишь и разговариваешь с людьми в баре, скажи, что ты кого-то встретил. Это случилось со мной. Я встречаю кого-то, я начинаю говорить о том, что я занимаюсь рабочими криптовалютами. Они такие, о, круто. Ты видел, что делает Дош. Ты видел, что это делает. И они показывают мне графики, рыночные цены и все такое. И они хранят свои деньги на биржах. Так что идея создания криптовалютного кошелька им еще даже не приходила в голову. И это прекрасно. Просто это единственный интерес, который я нахожу у многих людей, и я бы сказал, у большинства людей, которые использовали криптовалюты. Я нахожу, что на самом деле это просто обмены. Так что это идея конфиденциальности для них. На самом деле это даже не вопрос, потому что они уже... Они уже показали свою личность биржи. Они уже прошли кик. Да, действительно хорошее замечание. А также я думаю, есть еще одна вещь, типа давай откажемся от этого, каков процесс. Люди, как правило, это было мое введение в криптографию 2016-2017 годов. Большой приток людей. Я был рядом. Тот самый. Огромный. Аудитория. Да, я, должно быть, был таким. Должно быть, это было тогда, потому что это начало всплывать. Я помню, как друзья рассказывали мне о Риппл и обо всех этих вещах, а я ничего из этого не помню, верно? Как будто я просто помню, как создавал Коинбейс. Я учился в колледже, создавал Коинбейс, покупал биткоин. Вот и все. Как будто это было мое знакомство. И только думаю, чуть позже, может быть в 2018 году, я начал по-настоящему смотреть на это просто с точки зрения интереса и с технической точки зрения. Что это было? Мое путешествие тогда было моим собственным и очень специфичным. Я думаю, что у меня действительно есть политические пристрастия, которые, вероятно, привлекли меня еще больше, когда я узнал о технологиях и децентрализованных финансах. А биткоин — это методология транзакций, которая не требует никаких посредников. Как ты на это смотришь? Допустим, с каждой берется до того места, где AV-клуб и различные организации или различные медиа-каналы действительно выпускают много качественного контента. Люди вроде как начинают понимать возможности кэш. И давай просто скажем, что в будущем они будут такими же, как и сегодня, конфиденциальные, защищенные транзакции, а затем потенциально публичные транзакции с интеграцией в стороннее приложение, верно? Давай предположим, что это варианты использования. Как ты смотришь на то, чтобы люди выходили с биржи? Каков процесс того, что у меня есть Z-наличных на бирже? Давай предположим, что он прокачивает 80%. Я заработал деньги, круто. Что побудит кого-то снять свои деньги и использовать их пирингово или использовать как на флексор или что-то в этом роде? Например, что это за подсказка там? У всех по-разному. Это будет по-разному для каждого в зависимости от географии его проживания, его культуры, в которой он находится, а также его субкультур. Я не пытаюсь увиливать от ответа. Я просто не знаю, как будто к этому нет пути в одну сторону. И я действительно представляю, что по крайней мере до конца моей жизни всегда будут люди, которые просто взаимодействуют с биржами. И это действительно все, о чем они заботятся. Будут спекуляции, что со времен Маунт-Гокса это был убийственный вариант использования криптовалют, и так будет и впредь для некоторых людей, для многих людей. Идея криптовалютного кошелька по-прежнему довольно нишевая вещь. Я думаю, что мне действительно любопытно, есть ли какой-нибудь способ это сделать. Я знаю, что мы не можем понять это технически, но если есть какой-либо способ привлечь пользователей точным способом, чтобы узнать, сколько людей на самом деле использовали криптовалютный кошелек, который не является хранением, который не находится на бирже, что любой, кто совершил фактическую транзакцию к сканированию QR-кода. Я в первые дни существования биткоина побывал во множестве различных предприятий, и моей целью было в конечном итоге получить общежитие, чтобы принять биткоин. И я сделал это в Праге. Это немного обернулось неприятными последствиями, потому что, когда я вернулся, у них были жалобы на некоторых биткоинеров. Но я всегда хотел помочь этим торговцам. И идея совершить такого рода транзакцию, похожую на наличные, лицом к лицу в обычном магазине, в общежитии, где вы путешествуете, вы путешествуете через границы. Вы путешествуете через валютные границы, где сейчас вы не находитесь. У вас больше нет евро в Чешской Республике, тогда люди придется поменяться. Но если ты используешь биткоин везде, куда бы ты ни пошел, или используешь скаш везде, куда бы ты ни пошел, то этой проблемы не существует, потому что у тебя будет свой кошелек. У тебя будет свой кошелек на телефоне, в котором есть свой зэк. А ты можешь провести транзакцию таким образом. Мне кажется, это самый удивительный вариант использования. Это покупка чашки кофе с помощью криптовалюты. Это здорово. И я думаю, что это своего рода футуристическое научно-фантастическое будущее с чем-то вроде децентрализованных кредитов, которые вы можете использовать вместо фиатных валют. Я действительно хотел бы, чтобы все пошло именно так. Я не думаю, что это для всех, особенно сейчас, когда работают кошельки зэк. Мне все еще иногда трудно совершать транзакции с каш. И, например, на днях я пытался синхронизировать свой мобильный кошелек. И у меня закончилось место на телефоне, потому что блокчейн с каш слишком велик с датой рождения кошелька. И это не проблема, которая помешала бы мне познакомить с этим кого-то еще и сказать. Эй, установи кошелек на свой телефон, чтобы я мог отправить тебе немного зэк. Потому что раздача криптовалют таким образом, когда ты встречаешь кого-то, они не знают, что это такое, и ты мальчик, эй, вот я тебе дам. Я обычно даю людям наличные деньги с чашкой кофе, а также если они новички в криптографии. И я тоже сделаю сканирование. Но найти способы заставить людей действительно взаимодействовать, действительно взаимодействовать с сетью таким образом. Потому что я не рассматриваю эти обмены в качестве кошельков для хранения. Это не взаимодействие с сетью. Ты взаимодействуешь с веб-сайтом, на котором люди делают это каждый день. И это было целью многих проектов, запутать реальные технологии, которые происходят, и реальное взаимодействие с криптовалютной сетью. Так что я думаю, это нормально. Я думаю, это хорошо. Это для привлечения новых пользователей. Это здорово. Но я действительно заинтересован в том, чтобы заставить людей напрямую взаимодействовать с IT, а также интересно по-новому, как и транзакция криптовалюты, транзакция блокчейна. Это намного больше, чем просто транзакция, денежная транзакция. Для меня это может быть намного больше. И многие люди даже не осознают этого. Так что я бы хотел услышать еще несколько историй о людях, делающих это. И на самом деле, это может быть интересной темой для встречи AV Club в будущем. Чтобы люди могли прийти на борт и рассказать свои истории об интересных транзакциях с криптовалютами, которые они совершили, в отличие от обычного обмена. Да, это действительно хорошая тема, потому что я думаю, что она также открывает идею о том, что если люди приведут эти примеры, вы сможете найти новые способы. Вы можете найти новые способы как бы вовлечь людей в криптографию. Я думаю, например, так, да, я должен кое-каким друзьям немного денег, так что я такой, эй, я могу отправить их тебе в криптографии. В данном конкретном примере, вероятно, это будет биткоин. И он сказал, круто. А я такой, я не собираюсь этого делать, пока ты не скачаешь кошелек. Я не отправлю его на биржу. Да. Он такой, почему? Обычно я больше не очень часто пользуюсь биржами по разным причинам. Я иногда ими пользуюсь, но по большей части на самом деле больше ими не пользуюсь. И это похоже на то, что мне не нравится, я хочу познакомить тебя с тем, как это делается на самом деле, и как бы показать тебе, как это работает в процессе. А также я также хотел показать им последствия для конфиденциальности, например, эй, если ты не сделаешь этого со своим биткоин-кошельком. И ты на самом деле, знаешь, однажды скачаешь это, как будто это подразумевает конфиденциальность, когда я отправляю тебе биткоин на этот адрес. Как будто вот так ты можешь получить новый адрес, или вот так ты потенциально можешь сделать монетоприемник, и так далее, и так далее. Так что это действительно интересные вещи. Но как ты говоришь, например, вовлечение людей в варианты использования, например, покупка чашки кофе, или что-то вроде обычного повседневного взаимодействия. Как ты относишься к тому, что ты тоже упомянул географию? Что это за идея вроде того, что у разных географических объектов разные варианты использования? Как ты планируешь, чтобы AV-клуб потенциально позволял, знаете ли, разным геоделать разные вещи, которые вы знаете, давайте скажем, как конкретно в стране Икс? Что личные встречи могут быть не лучшим, или они недоступны для многих людей, потому что добираться из города в город это действительно сложно, не так ли? Но у этих людей есть что-то вроде общего языка. Общего, у них есть возможность общаться друг с другом в цифровом формате. Но тогда у тебя есть это другое местоположение, это другое географическое положение, которое очень-очень, знаете ли, подчеркнуто. Или они очень хотят сделать это лично, а не в цифровом виде. Например, как ты планируешь включить эти различные варианты использования. Просто с точки зрения СМИ, что в конечном итоге, скорее всего, приведет людей к криптографии, я бы предположил. Да, да, абсолютно. Это привлечет людей. Я могу сказать это точно, потому что это именно то, что я пытался сделать в своих ранних прямых трансляциях Bitcoin Live Meetup. Я никогда не заботился о количестве зрителей. Я всегда заботился об одном или двух. Типичная история, анекдот, который я бы использовал. Это то, что я забочусь о том ребенке в Канаде, который не может поехать в Прагу, чтобы посмотреть, чтобы посетить параллельный полис, например. И я хочу провести это мероприятие, на котором соберутся все эти несгибаемые техно-криптоанархисты, и которые на самом деле являются разработчиками биткоина, разработчиками с каш. Я хочу донести их идеи до следующего поколения разработчиков или создателей медиа, которые не могут пойти. И даже в меньшем масштабе это могло бы сработать в городе, где, как ты говоришь, им может быть небезопасно собираться вместе. И поэтому организация удаленной встречи, что-то вроде того, что мы делаем здесь, что-то вроде того, что мы будем делать на встречах AV Club Discord, заключается в том, чтобы предоставить им информацию, которая им нужна, чтобы безопасно проводить свои собственные встречи в интернете. И я бы не рекомендовал использовать для этого Discord. Я бы не рекомендовал использовать для этого Zoom. Но мы надеемся, что AV Club создаст место, где мы сможем изучить некоторые из более приватных вариантов, такие вещи, как джитси или в пир. И все такое, где мы действительно сможем. Люди могут безопасно встречаться и понимать уязвимости конфиденциальности, уязвимости безопасности такого рода встреч. Так что это действительно двусторонняя встреча. Как будто это позволяет людям транслировать происходящее событие в прямом эфире и происходящее собрание в прямом эфире. И как мы можем помочь удаленным участникам этих мероприятий получить доступ к событию или почувствовать, что у них есть доступ к событию больше. Чем просто просмотр видео на YouTube это нечто большее, чем просто потоковая передача? Где нам создать пространство для того, чтобы они могли поговорить и принять участие в разговоре? И в то же время, как нам проводить удаленные встречи там, где личная встреча невозможна? И все это время, пока мы все это делаем, мы хотим быть уверены, что записываем, публикуем и продвигаем весь этот контент. Так что клуб действительно сыграет свою роль во всем этом, потому что кросс-продвижение также будет частью всего этого, объединяя людей. У них есть общий язык, соединяющий их друг с другом, чтобы они могли продолжать развивать свое собственное дело. И я бы с удовольствием увидел, как своего рода главы AV-клаб появляются повсюду, где есть сообщество с Каш. Я хочу видеть там своего рода касательный AV-клуб. Чтобы у нас были свои пальцы и все такое, а не так, чтобы мы пытались контролировать его и попасть в один из них. Похоже, существует множество заговоров о том, что AC и фонд Скаш являются своего рода центральной управляющей силой всего этого. И дело совсем не в этом. Мне бы это никогда даже в голову не пришло. Идея в том, что я хочу, чтобы люди имели доступ к ресурсам этих организаций блокчейна Скаш, и в этом смысле имели доступ к доказательствам с нулевым знанием. И у меня есть доступ к частным безопасным финансовым транзакциям и всему остальному, что это может позволить. И да, так что клуб — это действительно способ вовлечь людей в это, предоставить им доступ к этим ресурсам. Таким образом, мы предоставляем им доступ к моим личным ресурсам и ресурсам сообщества в целом, чтобы соединить их друг с другом и посмотреть, сможем ли мы органично вырастить что-то из этого. Да, я думаю, что это действительно потрясающее видение. И я со своей стороны очень рад, знаете ли быть частью этого, и знаете ли присутствовать на встречах и вроде как делиться своими путешествиями и тем, как я. Потому что я думаю, что это полезная перспектива и для меня лично, так как я работаю в ЭК, так что я тоже могу видеть обе стороны монет. Как будто я сделал независимый проект, которым теперь будут управлять члены сообщества и общественная организация. А еще я работал в ЭК и работал в ЭК в тамошней маркетинговой команде. Так что мне нравится пытаться разделить обе точки зрения, поскольку я действительно с нетерпением жду этого и как бы делюсь тем, как все работает. И потому что я не думаю, что люди понимают, как все работает на самом деле. Я думаю, у тебя есть такое представление о том, как все работает внутри компании, и, возможно, ЭК, или ЗЭФ, или получатель гранта, или что-то еще. И очень часто это не так. И я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто иногда восприятие может быть неправильным. Так что будет действительно здорово услышать точку зрения каждого. Я действительно не знаю, как послы Гранд Глобал умеют распоряжаться своим временем и что-то делать. И я хочу узнать больше о том, как они это делают, чтобы это позволило мне лучше помогать им и помогать им добиться успеха. Так что я думаю, что я действительно рад этому. Я думаю, что этот разговор затронул множество тем, но у него была одна повторяющаяся тема. Этот клуб здесь для поощрения межканального сотрудничества. Межканального продвижения медиаматериалов с КАШ, а также для того, чтобы люди могли потенциально создавать свои собственные медиа или не технические, не кодирования. Приложи усилия в сообществе с КАШ. Чтобы как-то покончить с этим, я всегда люблю спрашивать людей, есть ли что-то, о чем ты хотел, чтобы я спросил тебя, о чем я не спрашивал? Я так не думаю. Я думаю, ты довольно хорошо это описал. И я в восторге от того, что ты тоже в восторге от этого. У нас будет следующая встреча. Или первая встреча состоится в четверг. И мы будем говорить о прошлом, присутствии и будущем аудиовизуальных носителей с КАШ. И в частности, мы более подробно поговорим о некоторых прямых трансляциях от ЗКОНС, которые были сделаны, как я объяснил. Все это было сформулировано только моими идеями и идеями фонда ЗКАШ и своего рода растущей программы грантов в то время. И я хочу побольше поговорить с тобой о твоей истории с ЖУБом и о том, как ты построил ее таким образом, чтобы затем подать заявку на получение устойчивого гранта, который поможет создать несколько рабочих мест для некоторых людей, которые действительно хотят что-то делать. Они действительно хотят внести свой вклад в ЗКАШ, и они знают, как они хотят это сделать. И им просто нужно немного поддержки. И это стимулирующая сила, которой не существовало два года назад. Комитет по грантам — это такое новшество. И я думаю, что это здорово, что ты прямо там, на переднем крае всего этого, и ты, что ты прошел тот путь, который выбрал. Я думаю, это очень похоже на мою историю того, как я делал все это. И я поэтому на этой первой встрече я действительно хочу больше поговорить об этом конкретно и о средствах массовой информации DIY, которые были созданы для ЗКАШ за первые шесть лет, и о том, куда мы идем дальше. Free2Z — это тоже действительно интересно. Так что мы будем говорить о Free2Z и Free2Z Live. И в преддверии второй встречи, которую я запланировал на февраль, речь пойдет об экономике ЗКАШ. И это не для того, чтобы говорить о ценах ЗЭК, рынках или о чем-то еще, а конкретно о финансовой части миссии AV Club. Как мы можем, какие варианты финансирования доступны людям в этой экосистеме, как они могут добраться до нее. И я хочу, чтобы там были члены комитета по грантам, и я хочу, чтобы там были послы. И я хочу, чтобы фонд ЗКАШ поговорил о торговой марке. Так что действительно пролей немного света на то, как кто-то может принять участие, и с чего он может начать. А затем мы перейдем к следующему. Я хочу провести специальную встречу по переводу контента перед Зикон Войсос, перед мероприятием в Бразилии. Чтобы люди поняли, какие инструменты использовать для перевода контента и как это сделать. И мы поговорим по этому поводу ЗКАШ Бразил из ЗКАШ Эспан Йоул и получим их мнение. И на этом этапе мы будем проводить две встречи в месяц. И я не знаю, будем ли мы продолжать в том же духе, но есть масса других идей для встреч, которые мы можем реализовать. Такие вещи, как звонки по разработке протокола, которые произошли, звонки лесоводу, звонки садоводу. Я бы хотел вернуть что-то вроде звонкорвения. Я тоже был очень-очень сильно вовлечен в это в самом начале, потому что в то время я работал в ЭК. И поэтому эта идея регулярных призывов сообщества к нишевым сообществам тоже как бы возвращается к нам. И я хочу, чтобы это происходило чаще. И я хочу, чтобы AV-клаб действительно помогал продвигать подобные вещи. И, наконец, одна вещь, от которой я очень взволнован, потому что я действительно хочу видеть, как создаются самые разные виды медиа. И один из моих любимых форматов, который я сделал, и то, что я пытался использовать в большем количестве криптовалютных СМИ, это своего рода формат ток-шоу перед показом для Зикон. И это то, в чем я надеюсь, что ты сможешь мне помочь. Это экологическая программа и конфор, нужно установить диван, и у нас с тобой будут связи с людьми, которые будут выступать. И поэтому, чтобы привлечь спикеров и привлечь других людей из AV-клуба, чтобы помочь нам собрать и спродюсировать действительно хорошее шоу, и провести прямую трансляцию того, чего ожидать от Зикон Фор в Барселоне. И даже на протяжении всего шоу мы могли бы сделать заключительное шоу, но я не знаю. Мой опыт работы с закрытием Зиконс обычно не перед камерой. Но это те вещи, которые я действительно с нетерпением жду, чтобы продюсировать и над которыми буду сотрудничать. Так что я никогда не мог сделать это сам. Все это похоже на несбыточные мечты. И AV-клуб это действительно моя личная цель AV-клуба, найти друзей и найти людей для работы в нем, потому что меня спрашивают, не могу ли я поехать на Скан. Например, я не смогу поехать в Бразилию по визовым причинам, и так далее, если я не могу пойти, кто у нас будет транслировать эти вещи в прямом эфире? С кем мы работаем над этим? И моя одна из моих главных целей, одна из моих личных целей в AV-клуб состояла в том, чтобы найти людей, которые знают, как это сделать. Или заинтересованы в том, чтобы узнать, как это сделать, и дать им возможность прикрывать меня и сотрудничать. Да, это действительно хорошая мысль. Потому что я думаю примерно так же, как найти друзей, верно? Это похоже на то, что это так же... Да, это похоже на то, чтобы просто найти людей, с которыми ты можешь общаться, с которыми тебе нравится работать, и которым ты можешь доверять. Потому что в конце концов, конечный продукт этих отношений будет таким, это будет лучше. Например, если ты работаешь с людьми, с которыми тебе нравится работать, которым ты доверяешь, и так далее. Так что теперь я полностью согласен. И я действительно взволнован. Этот разговор взволновал меня еще больше. Так что я надеюсь, что по мере того, как люди слушают это и слушают до конца, они лучше поймут цели Эви Клуба. И да, я в полном восторге. И да, просто хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты уделил мне сегодня время. И да, с нетерпением жду первой встречи, которая состоится на следующей неделе. А где же люди могут следить за всем? И ты знаешь, где раздор. Где вся информация, которой это живет, чтобы люди могли присутствовать на следующей встрече? Первая встреча состоится в следующий четверг. Это 26 января в 18 часов ровно по Гринвичу. У нас будет настоящая встреча в Дискорд. Я организовал мероприятие в Дискорд. Ты можешь найти это приглашение. Оно есть на форумах Скаш. Оно есть в блоге фонда Скаш. Ты можешь найти ссылки на все наши активы. Там есть бесплатная страница от Да. Мы находимся на сайте Мастодонс Фавклаб Зил Сентер Зил. В центре. А также в Твиттере. Я знаю, что многие люди до сих пор пользуются Твиттером. Я тоже собираюсь часто им пользоваться, хотя я не знаю, видит ли кто-нибудь когда-нибудь мои Твитты, потому что я никогда не вижу чужих Твиттов. Так что я не уверен, как работает этот алгоритм. Похоже, это своего рода тема прямо сейчас. Но да. Им нужно это исправить. Да-да. Так что ссылки есть. Найди способ присоединиться к Дискорду. Присоединяйся к нам там. Если ты не хочешь присоединяться к Дискорду или если ты не можешь использовать Дискорд, то мы также будем вести прямую трансляцию на Free2Z Live. И я установлю эту ссылку в профиле в течение ближайших пары дней. И, наконец, мы загрузим ее сюда. Пока это, скорее всего, просто YouTube, но постфактум мы опубликуем ее. А затем мы будем работать над другой инфраструктурой веб-сайта в качестве еще одной темы будущей встречи. И я с нетерпением жду возможности поговорить с людьми на другую тему, которая очень дорога и близка моему сердцу. А это распределенные файлы, существующие варианты публикации на распределенных носителях, такие вещи, как LBRI и протокол OpenIndex и тому подобное. Так что впереди много хорошего. И да, заходи в Дискорд или просто смотри в Твиттере и на Мастодон. И да, вся эта информация будет опубликована в заметках к шоу, чтобы люди могли получить доступ ко всем этим различным каналам и перейти на тот, который лучше всего подходит для их нужд. Райан, большое тебе спасибо, что уделил сегодня время. И да, я действительно с нетерпением жду встречи AV Club в следующий четверг. И да, я просто с нетерпением жду этого в целом. Большое тебе спасибо. Спасибо тебе, Энн. Мне было очень приятно общаться с тобой и большая честь для меня. Я тоже с нетерпением жду этого.